Подозрительно тихо было над позициями советского полка, державшего оборону возле села Кубанка, восточного сектора Одесского оборонительного района. Каждый день примерно в одно и то же время противник переходил на наступление, и даже в это утро он предпринял артподготовку, которую красноармейцы переждали в хорошо оборудованных глубоких блиндажах и траншеях, но после нее все стихло, и румыны не подавали признаков жизни. Явно было, что враг что-то задумал. Напряжение у командиров прошло все сильнее, тем более, что на соседних участках доносился нарастающий грохот боя. Примерно в 10 часов до советских окопов донеслись звуки бравурной музыки. Пехотинцы в касках-макитрах поднимались из окопов густыми цепями, и как на параде, плечом к плечу тесными шеренгами и высоко поднимая ноги, замаршировали в такт ритмичным ударом барабанов. Где-то во второй или третьей шеренге над головами солдат колыхнулось знамя, офицеры, соблюдая дистанцию и взяв обнаженные сабли на плечо, шагали в интервалах между шеренгами. Уже более пяти суток шли кровопролитные бои на рубеже около Кубанки. Подразделения советского полка заметно поредели от потерь, почти не осталось командиров взводов. На передний край перешли командиры роты батальонов. К противнику же прибыла свежая дивизия, и теперь румыны с целью показать свое преимущество и напугать красноармейцев решили устроить им психическую атаку. Не учел противник только одного, что против него держал оборону 54-й имени Степана Разина стрелковый полк 25-й Чапаевской дивизии. В советских окопах сначала началось перешептывание, потом оживление, а после раздался дружный и долгий смех. «Чапаева видел?» – кричали солдаты. «Ну давай психическую». Конечно, кто в Советском Союзе не видел довоенный фильм режиссеров братьев Васильевых, Чапаев, где вот так же была показана самая сильная сцена – психическая атака белых офицеров? Ровные шеренги капелевцев пытаются напугать красных своей выучкой, боевым духом и стойкостью. «Красиво идут!» «Ирлигенты!» Это, кстати, идет один из режиссеров фильма – Георгий Васильев. В прошлом дворянин – Франк, но и в советское время он отличался аристократическим видом. Фильм «Чапаев» сразу же понравился советской публике. Только за первый год его посмотрело более 30 миллионов человек. Люди шли смотреть этот фильм семьями, целыми заводами, школами и смотрели его с удовольствием, низ под палки. Давки возле кинотеатров стали обычным делом. Фильм крутили днем и ночью, и уже через несколько лет не было ни одного человека, который не посмотрел бы этот фильм хотя бы один раз. В ленинградском кинотеатре «Сатурн» фильм шел каждый день на протяжении двух лет. Братья Васильевы, которые на самом деле не братья, а это их сценический псевдоним, были удостойны сталинскими премиями, а их постановочные отчисления только за первый год составили около миллиона рублей. Как жестоко издевалась советская власть над творцами и бывшими дворянами. В фильме психическую атаку отбила анка-пулеметчица, которая до последнего выжидала, и подпустив офицеров практически вплотную, срезала их кинжальными очередями из пулемета «Максима». Румынам же повезло меньше, чапаевцы встретили их более основательно. Сначала в ход вступила артиллерия и минометы, потом снайперы, а потом уже пулеметчики и стрелки. На некоторых участках их даже встретили рукопашным боем. Хоть враги и сосредоточили против каждого обескровленного советского батальона по полку и превосходили красноармейцев по численности в пять раз, но до окопов в этот день они так и не дошли. А их атака, призванная вселить ужас в сердца защитников, не только повеселила бойцов Чапаевской дивизии, но и воспринялась ими как отчаяние врага, который не может их одолеть. Второе пророчество, показанное в фильме, это анка-пулеметчица. Во время Великой Отечественной войны она реально существовала и служила в Чапаевской дивизии. Только звали ее Нина Анилова. В детстве она так же, как и все, увидела фильм Чапаев и просто влюбилась в женский образ, представленный на экране. До войны она закончила пулеметные курсы в Осавиахиме и, попав на передовую в 1941 году, разила врага в боях под Одессой из своего Максима. Про Нину Анилову есть подробный ролик на канале, ссылка на него сейчас появится вверху экрана. В фильме же анка-пулеметчица представлена как смелая, активная и решительная девушка. Она прибывает в дивизию Чапаева вместе с отрядом Иваново-Вознесенских ткачей и обучается владению пулеметом у ординарца Чапаева, Петьки, с которым у нее и возникает роман. Изначально в сценарии никакой анки-пулеметчицы не было, потому что ее не было и в романе Чапаев, по которому писался сценарий. По официальной версии ее туда попросил добавить Сталин, чтобы отразить образ русской женщины во время гражданской войны. Братьям Васильевым пришлось перекраивать весь сценарий, согласно рекомендациям вождя, и от этого фильм только выиграл. В то время молодое советское государство пыталось избавиться от пережитков прошлого, одним из которых было явное неравноправие женщин. И анка-пулеметчица была своеобразным солдатом Джейн того времени, образом женской свободы от домашнего рабства и свободы выбора занятия по душе. К тому же фильм пополнился знаменитой сценой, где Петька показывает Анке на пулемете щечки. А это называется щечки. Потом, во время Великой Отечественной, это стало своего рода мемом. Солдаты просили молодых пулеметчиц показать у Максима щечки, после чего девушки заливались краской и убегали. Самые же смелые, потупив глаза, отвечали, что щечек у пулемета нет, есть боковые задвижки у стенок короба. Да ты что думаешь, я уйду? Так тебе и ушла. Учи дьявол пулемету! А это называется щечки. А щеки, ей-богу, щеки. Вообще, в кино много цитат, которые мы используем в современной жизни, даже не зная, что они из этого фильма. Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Лёш, не возьмёшь! Конечно же, центровым героем фильма является комдив Чапаев. На лихом коне в чёрной бурке с шашкой на гало этот образ сразу врезается в сознание. Ему хочется подражать. Мальчишки после просмотра фильма буквально сходили с ума. А самая любимая игра детворы на улице на многие-многие десятилетия стала игра в Чапаева. Но братьям Васильевым тогда предстояла нелёгкая задача. Помимо героя, им необходимо было показать, что он именно из народа. Свой кровь от крови, плоть от плоти. И тогда они пошли на совершенно беспрецедентный шаг. Они сделали Чапаева где-то наивным, а где-то даже смешным. Но экранный Чапаев от этого только выиграл. Он стал ещё более близкий простому зрителю, ещё более популярным. Чапаев не боится признаваться, что он чего-то не знает. Но он стремится к знаниям. Своё же невежество часто он перекрывает своей смекалкой. А ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну, за тот, за который нужно, за тот и стою. Ну, а всё-таки? За второй или за третий? А Ленин в каком? В третьем. Он его и создал, третий большевистский. Ну, и я за третий. Но герой не может жить вечно. Он должен умереть. И Чапаев гибнет в водах реки Урал, когда после боя, раненый в руку, его достаёт пулемётная очередь. Может быть с натяжкой, но это переплетается с гибелью 25-й Чапаевской дивизии в Севастополе. Глухо звучали слова Совинформбюро. В палате госпиталя города Новороссийска тяжело раненая Людмила Павличенко читала первую полосу газеты «Правда». По приказу Верховного Главнокомандования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь. В течение 250 дней в своих воспоминаниях Павличенко пишет. Для тех, кто получил ранение в ходе третьего штурма и сейчас долечивался в Новороссийске, слова «войска оставили Севастополь» звучали загадочно. Если тысячи и тысячи бойцов и их командиры ушли из Севастополя, то куда они делись? Где штабы дивизий, тыловые части, медсамбаты, автотранспорт, артиллерия? Где строевые полки и батальоны? Они должны быть здесь, в Новороссийске, в Боте, Туапсе. Но их никто не видел. Падение Севастополя – это одна из самых тяжелых трагедий Великой Отечественной войны. 29 июня 1942 года немцы пересекли Северную бухту и вышли в тыл советским войскам в первом и втором секторах обороны. Одновременно с этим гитлеровцы нанесли удар вдоль Ялтинского шоссе и заняли плато Сапун-горы. Эти удары привели к коллапсу советской обороны. В этот момент ставка главного командования дает разрешение на эвакуацию высшего и среднего командного состава. Вечером на 13 Дугласах из Севастополя на Кавказ вылетел штаб Октябрьского, а после на подводных лодках был эвакуирован штаб Приморской армии. К сожалению, эвакуировать всех защитников Севастополя было невозможно. И возле Херсонесского маяка в начале июля 1942 года осталось около 80 тысяч защитников города, которые либо погибли, либо попали в плен к фашистам. Только малым группам удалось пробиться к партизанам. Командующий сначала Чапаевской дивизии, а потом и всей Приморской армией, генерал-майор Петров Иван Ефимович, 4 июля прибыл в город Новороссийск. Там он в комендатуре города случайно встретился с Людмилой Павличенко, куда та явилась со справкой из госпиталя о выздоровлении. Генерал сам окликнул снайпера. Он был мрачен, казался безмерно уставшим, однако пожал руку, виновато улыбнулся и сообщил, что Чапаевской дивизии больше не существует. Она погибла под Севастополем, ее штабные бумаги сожжены, печати закопаны где-то на берегу Камышовой бухты, а знамена утоплены в море. Кстати, а Чапаев все-таки выплыл, и выплыл он в 1941 году. Ну вот, как от Чапаева не выплывет. Ну, чего у вас тут? Опять немцы полезли? После нападения Германии на Советский Союз был снят короткометражный фильм, Чапаев с нами, где знаменитый комдив выходит на берег, проклинает врага чапаевским проклятием и призывает красноармейцев бить гадов и стервецов.